Валентина, монастырская жизнь, она предполагает сексуальное воздержание. Вот это так было? Это вот этому правилу, этому закону жёстко следуют монахи? Опять-таки я была в очень хороших монастырях, где жёстко этому следуют. И, скажем так, когда ты находишься на такой волне духовного, скажем так, в высоких вибрациях, вот это телесное, оно просто отваливается само собой за ненадобностью. Во-первых, посты, которые на сырское питание, которые опять-таки снижают всякие движения плоти. Потом, чему учат монахов в первую очередь, ещё послушниками. Там же самое главное, это же борьба с помыслами. Вот это духовное делание, которым человек занимается всю жизнь. Сначала он уста очищает свои, произнося молитвы, потом он очищает мысли, когда он уже начинает молиться. Потом это должно спуститься в сердце. Когда человек спит и ест, у него молитва всё равно творится в сердце. Это умное делание. А дальше, чем он занимается? Он очистит себя. И, скажем так, это надо быть просто совсем уж никчемным монахом, чтобы подпустить к себе. То есть сначала помысл приходит к тебе, он приближается к тебе, ты вправе от него отказаться, дескать, изыди, сатана. А потом, значит, если вдруг ты пропустил этот момент, то тебе входит в разум. Но опять-таки ты можешь побороть его молитвой, отсечь этот, пожечь греховные помыслы, спалить их. Но если ты уж совсем невнимателен и пропустил, вот он тебе спустился в сердце, и вот возникают эти самые безумные духовные романы в монастырях, особенно, как правило, между прихожанками, допустим, или монахинями, сёстрами и духовником. Они это называют духовным таким, духовной близостью. На самом деле это чистой воды влюблённость, но они же под пытками не сознаются, что просто влюблены в батюшку. Они думают, что они следуют его духовным советам и так далее. Но это отдельная тема. Так вот, если вдруг помысел греховный спустился в сердце, опять-таки жги его молитвой, но уж если он прошёл вниз, ну, такое бывает, наверное, у кого-то бывает. Но поскольку я знакома была с очень, скажем, высоко духовными личностями, то это даже не обсуждалось. Это сжигается вообще напрочь. И вот тут-то как раз тебе сносит крышу, потому что долго так жить нельзя. Ну, наверное, можно, но только тогда уже надо действительно умереть. Но монах уже умирает для мира. Он же даёт эти обеты свои, он умирает для мира. То есть для него теперь есть только молитва. Но что бывает с сообществами людей, которыми руководят монахи? И какие извращения бывают в семьях, которые, допустим, окормляются у монахов? Это отдельная тема. Вообще вся эта вот, как бы, персонификация, странная идея, откуда она вообще взялась? Бог Троица, ну, очень странная гомосексуальная семья. У иудеев хотя бы святой дух, это женский дух. Откуда берётся? Потом они обижаются. Откуда в церкви? Простите, гомосексуализм процветает. Вы посмотрите на саму идею изначально. А много гомосексуалов там, да, в православии? К сожалению, встречаются. А лесбиянки есть? Я знаю, что есть. Я знаю, что есть. Мне повезло. Я говорю, я была в очень хорошем мастере, где скорее процветала шизофрения. От излишней духовной деятельности. Ну, неизвестно, что лучше ещё. По крайней мере, там все в здравом уме и телесные удовольствия получают. А тут неудовольствий, просто никаких. Я знаю истории монастырских романов. Я знаю ещё много чего. Но это, скажем так, это тема достойная, скажем, или тема для романа, потому что это высочайшая степень человеческих и чувств, и страданий, и, скажем так, такой насыщенности, которую нельзя свести к какой-то банальной теме. Вот монашка там влюбилась и убежала из монастыря. Это всё намного глубже, это всё намного тоньше, это всё настолько больно, остро. И, то есть, посмеяться на эту тему я бы не стала. Причём, скажем так, её поставили в эти условия, потому что в какой-то момент над ней сманипулировали, над этой молодой, красивой женщиной, девушкой была проведена духовная манипуляция, потому что в своём уме как бы просто так в монастыре человек не оказывается, его туда, в общем, каким-то образом подвигают попасть. Или люди добрые, так сказать, из окружения, или батюшка. Я знаю ситуацию, когда была очень мощная манипуляция. И чём заканчивались эти романы, вот этих вот чистых душ девичьих? Да, очень плохо, потому что на самом деле она уже не сможет просто так жить в миру, просто быть хорошей женой, матерью. Она не сможет, она всё время будет знать, что она предательница, что она вот бросила своих, она предала Христа, она согрешила. С другой стороны, как бы и назад вернуться она уже не сможет, потому что, ну, не сможет. А если сможет, то это будет совсем, ещё больший надрыв, ещё большая боль. И, ну, вот, как бы есть, конечно, и анекдотические ситуации, юмор есть везде, это нормальная реакция организма на все вот эти вот сложные моменты. А в Библии есть юмор? Полно, да? Да. Ну, может быть, это отдельная тема. А с кем грешат монашки в основном? Вот со своими или с мирскими? Они грешат в своих помыслах. Начнём с этого. Вот. И это тоже отдельная тема вот этих вот лицемерий. Это, ну, понимаете, то есть... Или сами с собой грешат. Опять-таки, об лавучих хороших монастырях. Очень. Спасибо.